Глубоко уважаемые коллеги, рада всех приветствовать, рада, что нас пригласили на эту конференцию, поскольку патологоанатомы на самом деле очень любят поговорить, поскольку очень редко это делают. И хочется, сегодня у меня тема такая, доклада очень интересная, о том, чего нет в патоморфологической диагностике, конкретной экспертизы и конкретной стандартизации. Поэтому я, как всегда, вышла со склеротической бумажкой, поскольку очень подробно слушала все ваши сообщения. Ты же молодая, откуда склерозь-то? Ну так от работы, от работы. И хочу начать свое сообщение немножко не так, как планировала, а конкретно темное прошлое, относительно настоящее и светлое будущее. В темном прошлом я заметила комментарии со стороны представителей института Герцена, что нет стандартизации, беда с заключениями. Ну вот конкретно у нас, по-моему, Артем Рубенович, я вот прям дословно записывала. Вот. Хорошо, принимается. Дальше. Было очень замечательно. А? Ну мы пока в фазе темного прошлого находимся, да. Значит, затем хороший очень момент привожу на клиническом примере нашей больницы по поводу проблем, которые возникают в нашей работе. Чаще всего основная проблема – это все-таки, несмотря на то, что мы все коллеги, мы все имеем сейчас… Когда у меня муж мой представлялся, я говорю, смотри, у меня есть сотовый телефон, да, то есть я могу тебе подзвонить и поговорить. То есть у нас у всех есть сейчас сотовые телефоны, у нас есть любая форма связи, но мы почему-то не разговариваем. Я не знаю почему. И вот конкретно у нас был случай такой интересный, когда Сергей Анатольевич сам лично позвонил мне, несмотря на свою занятость, и сказала Анна Борисовна, что это случай не R1, мы прислали вам, мы прислали вам материал, который подтверждает, что не было там прорастания. Я лично это видел. Когда Сергей Анатольевич говорит мне такие слова, знаете, для меня как аксиома, я знаю, что там R1 не было, несмотря на то, что там написали именно так. Но Сергей Анатольевич не потрудился пробаркировать этот материал. И когда он наковырял эту кость дополнительно, он все это прислал в общем мешочке. И, естественно, никто даже не подумал, много фрагментов, фрагментированная кость. Но что это, что это, это не приняли во внимание. Поэтому, понимаете, вопрос, который кардинально сказывается на судьбе больного. И который, несмотря на наши регалии, на наши интеллектуальные позывы, несмотря на то, что мы стараемся все-таки помогать всем, из-за какой-то тряпочки, из-за какого-то немаркированной бумажки, который мог настолько повлиять на судьбу больного. Значит, теперь, есть еще одна сложность. Когда у нас ходят пациенты, сейчас какая возникла проблема, она давно уже была, но сейчас обострилась. У нас пациенты ходят по всем нашим центрам онкологическим. И когда они доходят, а то, что сегодня, по-моему, Лилия Павловна звучала в докладе, когда они ходят по разным-разным центрам, и в итоге оказываются где-то... Ситуация называется постфактум. Постфактум, ну, вы сами прекрасно понимаете, довольно легко ставить заключение и ставить диагнозы. Но, к сожалению, мы оказываемся довольно часто в сложной ситуации первичной диагностики практически каждый день. И, наверное, если бы... Вернее, вы настолько, как бы нас... Ну, мы настолько стараемся соответствовать вашим клиническим запросам, что каждый день сейчас в рутинной практике становится все сложнее и сложнее. Буквально, может быть, там, ну, 5-7 лет назад, если бы спросили, какие есть проблемы в диагностике плоскоклеточного рака, опухоли головы и шеи конкретно, да сказали бы, да нет никаких проблем в этой диагностике. Ну, плоскоклеточные и плоскоклеточные. На сегодняшний день нет. Во-первых, диагностируются малые опухоли, диагностируются и берутся в биопсии в большем количестве на ранних стадиях. Это конкретно карцинома инситу. Учитывая, что все-таки стараются... Вы стараетесь взять поверхностно, строма не попадает, и вот эти инвазивные комплексы, мы их не видим, пишем инситу или не пишем инситу, вообще пишем подозрения, как вот в случае с тем пациентом изначально было. Это все приводит к тому, что пациент начинает ходить из клиники в клинику, из клиники в клинику и приходит уже с колоченными метастазами. И казалось бы, ну вот оно лежит на поверхности, казалось бы, да? А вот не лежит на поверхности. И вот возникают такие случаи, тяжелые довольно. Но в нашем тревожном настоящем, с отсутствием каких-либо стандартов, у нас есть впереди светлое будущее. Во-первых, замечательный проект по централизации патологоантомических отделений, где, ну, на сегодняшний день в Москве, куда поступает весь онкологический материал. И конкретно, учитывая, что вот в нашей клинике Сергей Анатольевич является ведущим специалистом в этом направлении, у нас поступает большое количество этого материала. Ну, наверное, с половины, да? Ну, мне кажется, по крайней мере. Ну, с третьей, может быть, в Москве. Ну, очень-очень много, очень много. Вот. И на сегодняшний день создаются стандартные операционные процедуры на уровне Департамента здравоохранения. Будут создаваться стандартизованные заключения в виде чек-листов. Буквально это вот в ближайшие месяцы, я бы сказала, даже будет происходить. Это будет внедряться в шаблоны. И даже, знаете, так ФОМС игриво заметил, что если будет отвечено не по шаблонам, будет не все оплачено. Ну, это так. Это неофициальная информация. Вот. Но, тем не менее, нас подталкивает, вы нас подталкиваете к тому, чтобы все-таки мы вам помогали, чтобы мы вам давали объективную информацию, которая поможет вам в работе и которая не будет вызывать у вас сложности в интерпретации. Потому что следующая проблема – это сложность интерпретации наших заключений. Вот тоже Сергей Анатольевич не даст соврать, читает заключения наших докторов, разных докторов, сидящих в соседних кабинетах. И даже иногда переставленных там несколько абзацев у вас иногда может сбить получение верной информации, поскольку там написали в одном направлении, потом в другом направлении. И это очень важно. Нам все-таки нужно вам помогать и не создавать сложности. Анна Борисовна, мы с вами не вдвоем находимся здесь. Мне уже становится неудобно. Вы обращаетесь не только к Сергею Анатольевичу, но ко всем хирургам. Сергей Анатольевич, ну мне как-то неудобно, кроме грязи, не в вас кидать, понимаете? Ну, в вас-то как бы мы договоримся с вами, да, в коллег как-то неудобно. Спасибо. Затем, на сегодняшний день все центры и вообще, в принципе, многие отделения у нас по стране патологоэнтомические оснащены, в принципе, достаточно хорошо, достаточным количеством оборудований, поэтому на практически все варианты новообразований, на лимфопролиферативные новообразования, на слюны и железы мы можем проводить иммуногистохимическую диагностику. И когда вот активно начали внедрять ПДЛ-тестирование при опухоли головы и шеи, мы, честно говоря, только обрадовались, потому что для нас это было интересно, новое захотелось поучаствовать, посмотреть, и начали, ну, вы все прекрасно помните, что ПДЛ-диагностика началась с рака легкого, и вот так активно внедрилась в диагностику опухоли головы и шеи. Но, что важно, вы сами говорили сегодня в ваших докладах, все докладчики, что история назначения ПДЛ-диагностики довольно разная, исследования разные, где-то 1%, где-то 20%, где-то больше процентов, и это бывает при разных локализациях, да, то есть гортани, там горта на глотке, полость рта. последние, ну, вот те исследования, которые, не исследования, вернее, те публикации морфологические, которые мы смотрели, они тоже не очень дают ясность в понимании, и самое главное, учитывая электронные направления на сегодняшний день, мы не знаем стадию заболевания, мы не видим клиническую информацию о пациенте, не всегда видим. И, соответственно, мы не можем, допустим, направить на ПДЛ-тестирование сами, что ускорило бы постановку, что ускорило бы саму диагностику, потому что, ну, наиболее эффективный вариант работы вообще в любом отделении, это когда из отделения патанатомии, чтобы пациент не бродил между отделением и клиниками, чтобы сразу же материал тестировался. Но если бы мы знали стадию, если бы сразу в направлении на гистологию всегда писала стадия, всегда писал Сергей Анатольевич, пишет, значит, пишет Сергей Анатольевич, ну, у нас материал поступает не только из нашей больницы. Если бы нас сразу же правильно посылали в нужном направлении, маршрутизировали, мы бы облегчили вам жизнь, поскольку сразу же со стола патолога НАТО материал отправлялся бы на ПДЛ-тестирование, и для пациента это все, конечно, ускоряло и улучшало бы ситуацию. Для опухоли головы и шеи наиболее сейчас приемлемый, одобрен тест, антитела разные есть на ПДЛ, тест конкретно 20-23 ФармДХ компании Дака, отжилент на сегодняшний день название. И второй клон, который делается на автостейнере Дака Линк, этот автостейнер есть везде, во всех отделениях уже много лет, для него есть специальный набор, он несложный, он китовый набор, то есть это набор стандартизован. А также есть второй клон для данных опухоли головы и шеи, это клон СП-263 на автостейнере Вентано с своими контролями, и все эти наборы адаптированы под конкретные приборы. То есть нельзя, не рекомендуется из одного прибора в другой прибор, из одного, вернее, один набор в неадаптированный прибор вставлять и прочее. А этим у нас на сегодняшний день, ну, есть такой момент, что балуются патологоанатомы, и не потому, что они так хотят, а потому что не всегда успевают отделы закупок купить нужный клон. И поэтому приходится вот выходить из ситуации, не всегда у нас отжилент вовремя поставки проходят, и поэтому приходится делать на Вентане вот этим клоном. ПДЛ-тестирование применяется для различных, еще раз говорю, нозологических форм, и конкретно при плоскоклеточных раках опухоли головы и шеи, мы наиболее, у нас руки наиболее развязаны, поскольку это очень благодарный материал, это обычно достаточная клеточность, это обычно хороший фрагмент, и нам очень хорошо, интересно и довольно просто проводить это тестирование. Но что вот у нас в светлом нашем будущем, которые мы, наконец, плавно перешли, что у нас сейчас все-таки изменится, и что поможет нам с вами в дальнейшей работе? Этот вот приказ о централизации патологоанатомических отделений, которых я уже сказала, и суть его в чем, что лечащий врач любого учреждения, находящегося в структуре Департамента здравоохранения Москвы, может сформировать в Эмиасе направление, и этот материал поступит в централизованное патологоанатомическое отделение, в то самое, которое вы выбрали в Эмиасе, сформировав направление. Система вот эта LabForce, в ней будет адаптированная патологоанатомическая платформа, в которой будет сформирован уже ответ, и вам будет отправлен обратно ответ в ваше лечебное учреждение из централизованного патологоанатомического. Но вот посмотрите, если мы с вами не всегда получаем информацию, сидя в соседних корпусах, вот этот момент разности учреждений, он добавляет нам разорванности. Поэтому, если это возможно, мы просим и призываем всех, пожалуйста, сообщайте нам клиническую информацию. Сейчас очень сложно в направление внести ее. Прилагайте выписной эпикриз или то, что для вас важно. Поверьте, мы все читаем, что вы нам присылаете, это для нас важно, и мы должны понимать, что вы хотите от нас получить. Если мы получим внятный вопрос, мы, поверьте, постараемся дать вам внятный ответ. Поэтому я не буду вас долго утомлять. Я, наверное, кратенько очень сказала, что было у нас смутное, темное время, смутное время, и наконец-то мы все-таки перейдем в светлое будущее. И еще очень, я думаю, хороший, возможно, проект по цифровизации морфологических исследований, по тому, что, возможно, у нас довольно скоро перейдет это в цифровое поле. То, что на онкоконгрессе анонсировало наше правительство, что мы, Анастасия Владимировна сказала, что мы перейдем все-таки в цифровое поле, так же, как и рентгенологи, и все наши цифровые изображения будут располагаться. Ну, то есть в любой момент любой врач из любого центра сможет поднять это цифровое изображение, и не нужно будет подсылать пациентов за блоками и стеклами, и в любой момент сможем поднять это и проконсультировать. Вот я очень надеюсь на это наше светлое будущее, потому что оно позволит максимально эффективно помогать вам в вашей нелегкой тяжелой работе. Спасибо за внимание.